добрый день добрый вечер уважаемые зрители наши друзья подписчики сегодня снова мы проводим стрим с нашими дорогими гостями это камиль хадулаев общественный деятель из дагестана человек интересный человек знающий человек от человек грубо говоря и алан мамиев это тоже наш хороший друг наш общественник осетинский мамиев как привык четырнадцатого года ланы занимание правозащитник ну и прочее 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 одним словом сегодня пройдет стрим с двумя популярными блогерами русскоязычного интернета и тема у нас будет такая серьезная это я называю как бы территориальные мины в общем в общем чертах территориальные споры территориальные вопросы все что связано с землей и все что связано с конфликтами поэтому тема повторяю будет очень серьезно сегодня и начну я наверно с аланом мамиева алан расскажи нам пожалуйста вот как ты долгое время живешь северная сеть я там помню ты когда-то жил в красноярске но суть неважно все все твои родственники и твои друзья живут северной осетии так понимаю и у вас очень долгий такой тлеющий конфликт с ингушетии на фоне пригородного района вот расскажи пожалуйста эту проблематику ну живое здесь с детства наверное это после университета после окончания университета там пожил в разных городах российской федерации так вот все время здесь нахожусь что сказать этот конфликт действительно старый он длится уже наверное со времен окончания гражданской войны на самом деле если уже брать такую новейшую историю последних двухсот на трехсот лет если вспоминать вам будут древние средневековья то эти земли вообще были казачьи да то есть там жили казаки на многих равнинных городах там селах и прочее когда случилось расказачивание после гражданской войны соответственно на эти места начали заселять представители местных народов и вот примерно с тех пор наверное эти все конфликты и иду да то есть пригородном районе и многие такие разломы есть не только в посетии а в том числе там кабардино-балкарии да там они везде заложены как мины я думаю такая технология была применена потому что ведь самое страшное что может случиться это если кавказ вдруг объединиться под какой-то идеи или там за каким-то лидером соответственно чтобы этого не случилось делали такие закладки да там кабардино-балкария там карачаево-черкесия хотя можно было там по-другому это все скомпоновать и поэтому компоновали такие не очень дружественные может антагонистичные народы между собой вместе в одну республику ли там рядом чтобы потом случае всегда это можно было взорвать что мы в принципе уже в конце уже советской власти и начали видеть когда эти все разломы и западки начали взрываться стены русский конфликтом абхазка грузинский там юго-остино-грузинский там вот чеченской республики до случился там ну и везде вот как дагестану удалось избежать этого конфликта этой крови тоже на чудом да потому что множество таких противоречий они заложены были изначально и когда владимир владимирович говорит что ленин заложил бомбу некую да вот создав национальное территориальное отделение но не не бомбу заложить он как умный политик он понимал что рано или поздно там будет опять откат в эту имперской да как были на примере французской революции видели и чтобы этого не случилось они вот делали вот такой механизм наш определен что когда вот этой надстройки советской не будут над этими всеми народами не только там на кавказе по всей россии эти противоречия начнут взрываться то есть такой предохранительный клапан и принципе вот он за сто лет наверное предвидя это они вот так вот на период и сыграли и вот эти две противоречия мы сейчас имеем этот легкий конфликт и специалисты как бы которые занимаются проблематикой на кавказе говорят что самый перспективный с точки зрения взрывоопасности ты конечно астина ингушке конфликт и прямо говорят что пригород на риона то должен стать новым карабахом то есть мы помним у карабах роль сыграл при развале советского союза да этот некий такой спусковой механизм откуда начали эти процессы деструктивные разворачиваться потом в конце восьмидесятых вот такую же функцию должен сыграть астина ингушке конфликт и причем людям которые это все проектируют и планируют им естественно плевать что на стеншу на ингушей им нужен некий такой демонтаж государства и огонь на кавказе на северном потому что все понимают что проще всего взорвать наверное какой-нибудь астина ингушке конфликт чем например разжечь войну между вологодской и рязанской области да то странской и соответственно конечно здесь и линии разлома они вот мы постоянно его встречи в состоянии поддерживаю думаю вы годами не решают именно для этого что вот такая закладка на будущее для неких активных сил алан а вот подскажи пожалуйста это же недалеко от тебя там было позапрошлом году разворачивался конфликт между чеченской республикой и республикой ингушетии на фоне которого ушел наш заслуженный генерал и в коров сейчас калематова поставили туда ну я как читаю телеграм-канал этом люди плюют страшной силой то есть они уже понимают что произошла какая-то провокация неизвестно кем инициированы провокация это не принесла нужных результатов то есть между ингушами и ченцами не произошли боевые столкновения но власть они но вот те силы какие-то третьи они все таки сумели нивелировать авторитет евпурова и он под воздействием своих соплеменников соотечественников он взял и ушел как бы с поста президента республики ингушетия вот так ты делал ну вот это один из примеров таких наглядных понимаете то есть заранее заложены эти закладки эти противоречия земельные ведь когда этот конфликт так обостряется мы всегда хочется спросить одну вещь но вас паспорте нас у всех что написано все граждане российской федерации правильно везде там находятся заправки гукоил там рост нефти там не знаю магазины магнит то есть это все в принципе одно и то же люди имеют право там и возможность спокойно там живут где хотят в воде кавказе большое количество живет ну разных людей раз национальности никто никого не притесняет приезжай живи но такие противоречия не обязательно как бы специально все делается понимаешь просто я напряжен буду комментировать что касается ингушетии меня обвинять не объективности может лучше шамиль я понимаю не но тот подводка была под шамиля шамиль наш уважаемый собеседник друг и товарищ он как бы в том году я смотрел на фоне его персоны возникали там в дагестанском обществе выкрики что он там предатель что он провокатор что он проплаченный кем-то блогер причина была там совершенно банально и да да просто ты действительно все все очень было тихо и спокойно пока шамиль не стал не стал гравлю подраздела между чеченцами дагесты республика чне и дагестаном а спорным опять территориальным вопросом я помню там на тебе шамиль очень много грязи вывалилась но в итоге оказалось что ты действительно оказался прав что какие-то силы опять инспирировали вот этот спор на ровном месте что действительно там кто угодно но только ты и не ты там деньги поимел расскажи нам пожалуйста про эту историю про этот спор дело в том что сожалению получилось так что наша дагестанская сторона в районе кизляра стала приватизировать земельные участки которые принадлежат чеченской республике но эти земли были земли лесного хозяйства российской федерации то есть город кизляр вообще права не имел эти земли не то что они там чеченской республики они принадлежат еще лесхозу россии федеральной структуре федеральной структуре да а глава города кизляра 16 году один участок 17 18 году этот отдали на приватизацию некоторым людям непростым издали и когда чеченцы нам предъявили претензию 5 февраля прошлого года в грозном я там был наши делегации сказали что вы делаете так нельзя так братья не поступают и после этого сожалению через 20 дней 25 февраля еще один участок поставили на кадастр кизлярцы в этой территории в чечне 2500 квадратов то есть нарушили договор наши я в тот момент этого не знал я связался с председателем парламента чеченской республики магомедом даудовым я говорю что там произошло когда узнал что они сверху наложение сделаны они где участок поставили он говорит посмотри открой компьютер открой публичную кадастровую карту а теперь что ты там видишь я вижу что наши оказывается раньше в одностороннем порядке приватизировали куски земель там я я понял что провокация оказывается на самом деле было именно с нашей стороны я об этом потом сказал что третьи стороны из-за своих интересов подставляют ну и две наши республики сожалению эта сторона оказалась с нашей дагестанской я как председатель совета общественных организаций дагестана я должен говорить правду я не должен смотреть кто с какого региона главное говори правду потому что она все равно выяснится я это сделал конечно люди тогда уже меня стали обвинять предательстве видимо в ихнем понимании это говорить правду это предательство но я не имею права поступить по-другому потому что я могу же и на мероприятия встречаться с чеченцами они мне скажут потом а чё ты так сказал там же не так было если я должен сказать уграждать хотел нашим дагестане некоторым деятелям я на это пойти не мог а потом конфликт произошел в кизляре 10 июня прошлого года когда чеченская сторона на своей территории самой крайней часть ближе к кизляру поставили знак шелковской район чеченской республики реально они поставили знак на своей территории она не обсуждалась о никем это реально чеченская территория на нее претензий вообще не было никогда а те ребят те но решит так скажем которые в рядом с этой территории рядом чуть сбоку которые вот эти участки приватизировали 16 17 18 году они поняли что этот знак не мешает потому что тот кто хочет еще там приватизировать увидит что это окажется шелковской район чеченской республики и как бы кизляр не имеет права там продавать землю и поэтому они подговорили наших ребят молодых и сказали смотрите чеченцы на дагестанской земле якобы поставили знаки а наши ребята без понятия взяли снесли эти знаки подумали что это на самом деле так оказалось просто подстава обычная подстава именно не перебью но то есть ты хочешь сказать что это простой хозяйственный вопрос да был из которого раздули чуть ли не противостояние двух сирокавказских республик это не хозяйственный вопрос так дело в том что это где знак поставили это не обсуждаемо это чеченская территория она не спорная но ее стали преподносить как будто бы она спорная то есть обманывали наших дагестанцев некоторые заинтересованные лица вот и все по нашей информации из администрации кизлярского района и даже другие есть там заинтересованные лица и чеченская сторона это знает я это знаю кому надо все знают но но никто ничего это не говорит и никакого наказания и расследование не проводится почему я вот это вернемся к началу нашего разговора что кому-то как алан тоже сказал кому-то нужен очаги нестабильности на кавказе в нужный момент зарвать но мы же тогда понимаем что это не местечковый уровень а кто-то сидит и гадит там наверху но вот представь себе если на митинге какой-то парень там бумажный стаканчик кинул полицейскую и срок получил так здесь две республики тысячи людей собрались вдруг война не началась чуть ли не началась война но никто никого не наказал никто никого не привлек ответственности это зачем поговорить но мало того я еще помню что год или год полтора назад чуть не произошел конфликт в кабардино-балкарии между кабардинцами и балкарцами там из-за какого-то холма или горы такой святой блин и не давали там проход только кабардинцам балкарцы были балкарцы но то есть на ровном месте чуть не вспыхнула и я тогда еще обратил внимание ну как бы мы с аланом до этого много рассуждали когда начнутся вот эти сколохи в физическое время как они начнутся распространяться и алан как бы точно прогноз высказал что начнется как раз по этим сломом территориальным так называемым мином которые заложены были еще сто лет назад и тут опять получается ну даже у вас вот я смотрел дня три назад возникли в гунипском районе на границе гунипска района да что там его дома чабанов начали сжигать а вроде бы все живут в одной республике вот это является сколохом нестабильности шамиль как вот я я вот одно могу сказать что у нас очень много заинтересованных сторон развязывание конфликтов на дагестане между дагестаном и чечнёй первую очередь вот этот который сейчас конфликт произошел это по вине как мы знаем предположили нам это сказали людьми интересовался жители селения целитель они привыкли что селение старой силу они уже переселенцы на советовский район и как бы земли пустовали и они как бы привыкли считать уже своими но те вернулись некоторые и стали там развивать что-то там посте это пастухи и так далее восстанавливать что-то а целительницы они посчитали это неправильно и пошли начались хотя по идее если это старое село старой силу хана есть вот и не живут люди хоть переселенцы но как бы их никто не имеет права у них эту землю отнимать и тендовать на их пастбище но разберутся завтра точка будет поставлена вроде это вопрос разберутся это губетовский район это аварцы между собой разберутся никаких проблем не будет там нормально разберутся но по поводу того что у нас в дагестане очень опасно очень напряженная ситуация с чеченской республикой искусственно созданная и через заинтересованных блогеров и некоторых других лиц искусственно раскачивают конфликт и начинают предъявлять претензии чеченской стороне если мы посмотрим по данным картам границам существующим подтвержденным между нашими двумя республиками еще советских времен то чеченцы ни один метр земли дагестанской не перешли но вбросы делаются искусственные что вот они к нам вторглись они у нас что-то строить там что-то там и так далее это все ложь еще раз говорю ни один метр границы дагестана с чечной существующей которая ростреестром россии установлена зафиксирован еще советских времен хочу я это уверенно говорю потому что карты я был 15 июня у магомеда даудова грозного когда старополя ехал домой он мне все карты дал посмотреть по убедился я на самом деле все зафиксировано рост рейс она фиксирована все там никаких нарушений нету с их стороны и они неоднократно предлагают дагестанской комиссии встретиться и обсудить все вопросы которые у нас есть но к сожалению наша комиссия избегает этой встречи с чеченской стороной уже 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 пошла первая половина двадцатого года прошла уже хотя в девятнадцатом году мы должны были закончить эти вопросы вот мы наша сторона избегает но если ваша сторона дагестанская избегает то знаешь как если гора не идет магомеда то магомед может подойти горе или наоборот послушать как бы вот так же в прямом эфире господина даудова который является вторым человеком по факту республики чечня то что я говорю то же самое скажете магомед даудов один в один это говоришь ты а то говорит должностное лицо извини тут как бы я тебе я почему говорю потому что ту ситуацию как граница происходит в деталях мы обсуждаем с магомедом даудовым в деталях но тут должна быть общественность и она должна быть многочисленна в том числе и сетево понимаешь потому что в сети сидят очень много людей и разных национальности а я скажу еще максим тебе одну вещь интересную главный редактор газеты моего дела самая старая газета частная в дагестане он опубликовал критический материал в соседей и я увидел этот материал я видел их не ошибки и там дезинформация была ну явно видно было что не материал взятый из из каких-то несерьезных источников они напечатали ты понимаешь стратегию технологию как это все делать я им сказал ребята у вас здесь ошибка здесь ошибка здесь аж кто вам такое рассказал то есть явно видно что их вели в заблуждение и после этого увидел я что сам магомед даудов им стал комментировать и он сказал у вас информация неверная более того если есть какие-то вопросы он сказал приглашаем всех заинтересованной стороны журналисты блогеры географы картограф и дагестана ко мне в гости вот главного редактора пригласил давайте вместе за чашкой чая посидим пожалуйста приезжайте с документами если вы считаете что мы не правы давайте будем разговаривать на сг документы вместе сядем и будем разговаривать представляешь максим наш никто не согласился поехать и поговорить с магомедом даудовым он несколько раз им написал главный редактор говорит газеты ну давайте я вам дам площадку в газеты и там будем обсуждать но это же не серьезно магомед даудов говорит мы же кавказцы говорим вместе лицо в лицо в глаза глаза давайте сядем будем говорить зачем вот эти публикации спокойно сели бы на любые вопросы я хочу спросить беседа беседа сложилась бы таким образом что писать публикации в социальных сетях это не одно и то же если встретиться с говорить специалистом а магомед даудов поверь мне он специалист некоторые преподносят его так он всю границу я бы с удовольствием поговорил бы с ним с тобой с аланом все втроем все вот я ты вчетверок на площадке социальных сетей потому что мы все жители северо-кавказской республики я со ставрополя ты с дагестана даудов чечни алан соседи это было бы интересно но тут вопрос это уже технически алан мы тебя про тебя позабыли ты мне пожалуйста скажи как ты думаешь кто заинтересован больше всего в раскачивании ситуации на северном кавказе уж он мод в крайне с тобой одной из крайних передач обсуждали в том числе последний одно из последних интервью николая патрушева которую дал водить аргументы и факты и там он как бы прямо сказал что по их информации с 15 года по моему 4 миллиарда рублей вложено через всякие нко на раскачивание ситуации в россии так скажем эти все оранжевые движения там майдан и и прочее 4 миллиарда это только то что они официально отследили я думаю что цифра реально будет в несколько раз больше просто потому что там понимаешь биткоины наличные там и все остальное другие источники финансирования и из этих четырех миллиардов сколько ушло нас этого на раскачивание ситуации на кавказе ну если бы я бы планировал на их месте дать те кто планирует дать демонтаж россии там всякие негативные процессы я думаю не меньше половины основной бы часть конечно выделил на москву и такую же часть наверное выделил на северный кавказ потому что ты видишь потенциальные точки разлома еще раз говорю устроить что-нибудь рязанской области ли костромской владимирская не знаю где там центральной части россии даже на дальнем востоке намного сложнее чем вот на кавказе и вот москве поэтому согласно вопрос можно тебе вот смотрела вот ты говоришь деньги дали там запад деньги дал вероятно съесть вопрос другом вот конфликты которые у нас раскачивают например чеченцами на поверхности лежат то кто заинтересованы стороны они не скрывают они открыто пишут многие даже открыто пишут под своим именем и раскачивают конфликты а правоохранители органы куда смотрят и кто же запад купил чтобы они молчали что-то не клеится я тебе встречный вопрос задам а когда советский союз разваливали кгб куда смотрела а сейчас мы узнаем что руководство кгб участвовал в демонтаже государства своему сейчас ну как бы по сценариям по схемам то похоже все мы же помним развал союза много раз да я вам хочу простой пример привести вот я поговорил сейчас шамилем я услышал олана вот в алане ответе есть зерно рационально вот только недавно у нас эмират кавказа был вы помните да 2004 году басаев захватил вы считаете на зрань всю забрал там кучу оружия в начеке опять же захват на чека было того вот буквально 16 лет назад происходило до кумарова вольнули только 2010 по моему или девятом году и боевые действия до сих пор вот эти локальные происходят на территории ингушетии на таре на территории того же дагестана то есть до сих пор вот это происходит борьба с формирование и марат кавказ у нас постепенно трансформировался в игил я так понимал он что если запад мы финансируем он финансирует опять же по старым дорожкам до законсервировал в том числе грузия там же основной как бы четыре раза пять раз увеличили бюджет грузинские военные на этот год понимаешь пять раз увеличили им бюджет там не давай не забывать там с этой биолаборатория такая же как в ухане стоит на которую основное подозрение что там появился этот коронавирус в ухане точно такая же лаборатория стоит в грузии то есть ну как бы шутки шутками но там работает спецслужбы через грузию по кавказу через грузию не всегда и работали и и до этого и сейчас там ничего не меняется но что касается шамиля вопроса что как это там уже через контору это происходит предательство или через мвд два дня назад задержали там начальника отдела полиции курс в одной из курских областей целом начальник полиции был заподозренный арестован по подозрению в работе на украинские спецслужбы или допустим вот у меня знакомая по старополю была целый вице-премьер старопольская как мадам кувалдина ну тоже пошел звон что работала на госдеп это официальные как бы информационные структуры интересно получается тех те которые открыто вот две республики сталкивают их никого не наказывают а там без лакетно скрытно там где-то там работают на чужие спецслужбы их находят почему такое происходит ведь открыто хоть пригласили бы сказали вот вы сталкиваете две республики обоснуть и свои действия за ними же тоже кто-то видимо стоит тут даже финансирует конечно шамиль а то надо доказать что-нибудь понимаешь мы уже повлиять на это никак не можем шамиль мы вот как я алан я в москве прошлом году вот 1 ноября по моему это было если не ошибаюсь выступил я во форуме сообщества я сказал вот такой конфликт был у нас дагестане почему где у нас спецслужбы где фсб они что они не могут наказать виновных прожигание конфликта двери спецслужбы публики столкнули это чудо спасло что там не оказалось третьей заинтересованной стороны они могли выстрелить и в дагестанцев и в чеченцев там и понеслось бы чудо спасло мы останавливали ребята стойте я вот лично говорил там и глава администрации дагестана иванов говорил и министр шарухан говорил и коллега наш был а чанкалаев мы выступили вот так сказать ребята стойте это не наш участок земли не претендуйте туда это реально чеченский не надо попадаться на эту провокацию многие поняли а многие говорили а нам плевать мы все равно будем сносить знаки видно было что заряжены разве сложно было взять этих людей установить кто их направил туда и смс и ватсапы были конечно они под дурачков косились что якобы они не знали все они знали прекрасно знали когда толкали молодежь шамиль шамиль я считаю что это вот этот вопрос он не является основным если мы живем вот как алан говорил в одном государстве заправки одни газопроводы одни власть тоже та же самая она одна этот вопрос не существен но опять же по примеру с крымом да когда в пятьдесят шестом году хрущев отдал никто не знал что так получится через 35 лет возьмет развалится союз и вот видите к чему это привело блин крым сам заявил на своем референдуме что с украина он не будет он ушел под юрисдикцию российской федерации а теперь братья украинцы говорят прощение вам русские не будет мы будем сражаться до конца и украина будет наша и опять же возникает до вопросов шелковской район аурский район это что же были казачьи станицы это был рубеж казачьи опять же это были исконно казачьи земли и хрущев опять это передал из ставропольского края чечен и ингушскую республику тогда ассср было понимаешь и вот вот этих разломов становится все больше и больше и больше и вот алан маме и говорит же блин ребята вот это самые явные признаки хаотизации наступает как бы нестабильное время возникает нестабильное время возникают вот такие очаги сопротивления и тут только один вопрос как избежать нам кровопролития ребят вот так вот вопрос не делал только макс мы должны вообще понимать что происходит вот шамиль уважаемый говорит а как куда смотрят сотрудники спецслужб не нужно об этом думать нужно в памяти иметь опыт советского союза и в памяти иметь какого-нибудь господина бабкова до ныне покойного начальника пятого управления который активно участвовал в этом всем развале как говорят марчука его заместителя который потом стал министром обороны он был украины он сейчас курирует все эти бандеровские движения и все остальное мы не знаем что происходит внутри спецслужб какая там борьба идет и кто на чьей стороне уже играет потому что если бы они были бы едины так скажем да монолитный так то мы бы не видели всех этих внутрилитных конфликтов мы не видели бы этих общепов миллиардных наличными да там по квартирам у разных сотрудников разных ведомств но вы всего этого не видели там шпионских скандалов разных не секрет же да что многие из них уже очень состоятельные люди у кого-то дети за рубежом живут там жены все остальное то есть нету там такого монолита шли занимается защитой государства это что такие конфликты не решаются и разжигаются как вот правильно шамиль заметил никто ответственности несет это вот последние признаки того что не все в порядке в нашем королевстве и когда вот глава совета безопасности горит 4 миллиарда в стране вот как бы потратили на разжигание всякого рода конфликтов да вот этих потенциальных майданов в стране так это 4 миллиарда 4 миллиарда это после 5 лет люди работали этим за ними что смотрели кого-то арестовали что происходило то есть 4 миллиарда завели в страну на разжигание разного рода конфликтов понимаешь то есть это такие вот задерживаю да нездоровые звоночки понимаешь сказать 4 миллиарда вот правильная шага вот посадили за это а как что это происходит по факту но по косвенным признакам вот видишь они там пытаются комарина балкали ты говоришь не получилось пригорном у нас ковыряют вот чечню с дагестаном стравить чечню с этой с ингушетия вот когда вот пытались да тот конфликт тоже любые как и без разницы какой потому что где-то тут вспыхнет она потом по цепочке пойдет по всем другим республикам автоматом понимаешь это прекрасно понимает и нам нельзя это у нас один деятель дагестане знаешь активно вмешивался конфликт чеченцев с ингушами на игрушкой стороне было и также активно вмешивался конфликт дагестана с чечнёй стравливал нас течен ну вот видите активно наглядный пожалуйста это же я знаю этого человека зачем он это делает на два он фактически хотел второй фронт открыть в дагестане против чечни хотя опять говорю мы же горцы мы дагестанцы чеченцы мы всегда исторически вместе были мы можем спокойно сидеть чеченцами никаких проблем разговаривать по-мужски чечне они если мы можем разговаривать открыто без они не любят вот эти интриги и так далее они прямо линейно разговаривают как есть белая белая черная черная с ними легче удобнее разговаривать но у нас дагестанцев развивает стереотип они хотят преподносить нынешние власти чечни хотят приписать этим боевикам тех 20 лет не давности и так далее хотя странным образом именно нынешние власти чечни они как раз таки то время и против боевиков и воевали фактически да вот но получается странно да вот это же не просто наши некоторые лица которые сталкивают это делают они кем-то конкретно манипулируют и мы предполагаем кем они манипулируют но опять таки криком крича говоря что эти люди провокаторы ты но я лично выглядел в глазах всего дагестана можно сказать да мутным типом каким-то потому что все говорят так один я говорю вот так они как только даже понимая что я прав люди боялись слова сказать наши ведущие так называемые политологи они все они же язык так крылья свой они не говорили правду они только хайповать могут когда где-то что то а где надо сказать правду они сзади ход включали честно сказать не поддерживали не говорили шамиль прав остановитесь реально вот такая картина единственная вот деньгах али узнал картину он выступил сказал шамиль прав здесь вот так вот так вот так остальные молчали трубочку молчали потому что не хотели потерять подписчиков там электорат там или выглядеть некрасиво зачем им это нужно видимо это одному мне было фактически нужно да но я же прекрасно понимал что сегодня меня не поймут а завтра узнал правду поймут и сейчас все люди уже говорят да оказывается ты был прав на самом деле слушай как же так нас обманули я вот видите слушать надо людей у кого есть своя позиция а не флюгера но ты читаешь правильно это что общественник влазит в территориальный спор хотя это должны делать власти вот реально макси так если власти самоустранились хочу напомнить у нас председатель комиссии как мы знаем да вот была екатерина андреевна толстикова так она вообще никакую работу не проводила исчезла она в дагестане была но я только сейчас замминистра посвящения россии назначили вот в июне но встреч не проводила никаких встреч магомед даудов говорил открыто говорил шамиль гэд скажи пожалуйста гэд вот почему гэд вот так получилось что женщину пасана не дагестана она приехал откуда-то с крыма или откуда да легче разговаривать горцам горцам правильно лицо в лицо да если какая-то проблема позвонить можно ночью три часа ночи можно позвонить магомед ахмад туда-сюда женщиной как разговаривать неудобно понимаете как будто специально взяли вот так женщину поставили ей и сказать неудобно было с магомеда стороны что-то да какие-то конфликты ночью он звонил не к ней он звонил главе кизлярского района там или руководству республики но не к ней хотя она председатель комиссии как будто специально такую подставу сделали а она не работала ладно прошлый год перенесли там марте месяце дали команду из-за конфликта с землей до конца года никаких действий не принимает но январь месяц начался почему наши работу не проводили чеченцевой февраль март почему не проводили у нас и снега фактически не было могли провести а теперь наши говорят коронавирус помешал ну что это елки-палки ну там чечне тоже в шоковом состоянии какой коронавирус а там там чё свадьбу что ли играть собирались массовый народ собирает там несколько человек группа делегаций здесь здесь ну а дел ты маски а дел ты там чё ну пройдись по границе соблюдай дистанцию разговаривай на свежем воздухе да покажи где что а вот этим пользовались проходницы и они начинали выдумывать конфликт а потом поднимается волна крик ор вся республика трясется а потом выясняется что опять дезинформация опять ложь вот так вот у нас сожалению оказалось ала как ты думаешь это опять показывает на эффект на неэффективность органа власти или во всем виновата именно одна вертикаль при власти ты понимаешь марф я уже вот этот вопрос сейчас всегда говорят таких случаях что там больше глупость или предательство вот я щас не знаю чего там больше таких ситуация глупость или три миллиарда алан 4 миллиарда 4 миллиарда только то что не смогли отследить ты же прекрасно понимаешь ты ну что эти 4 миллиарда сказали занят там цифра раз в пять минимум большем потому что он все же под контролем проходит. То есть люди работают и работают как бы из центра принятия решений. Вот как вот это вот. Смотри, Аллан. Женщин могли назначить. Те, кто и назначали, они же знают все эти тонкости кавказские, менталитет и все остальное. Кто делает такие ходы, они очень тонкие психологи и хорошо разбираются во всей специфике, понимаешь, региона. И вот так одним ходом могут заблокировать работу, вот как сейчас Шамиль рассказал. Но это же кто сделал? Это что ты сделал или я сделал? Это и есть лица принимающие решения. Вот эти лица принимающие решения, они и играют против этого всего. Понимаешь? Председателем комиссии Дагестана должен был дагестанец быть. Взрослый, уважаемый, авторитетный человек. Да. И тогда не было бы разговоров ненужных. Вот ему бы поверили бы. Но такого человека у нас не назначили, не поставили. Это я считаю, что это было чистой воды против народа в Дагестане. Я про Турции, кого не слышал, врать не буду, про Ксению Собчак, которая в 2018 году, когда была предвыборная компания, она приехала в Ингушетию и заявила там, что если станет президентом Российской Федерации... У тебя нормально с интернетом все, Макс? Макс, что-то с интернетом не то. Макс, ты завис. И Шамиль завис. Ну, говорю, официально? Подождите, две секунды. Может, у меня завис, Леха. Вот. Мы тебя видим. А, да, нормально. Ты меня видишь, Алан? Я тебя вижу, да. Ты просто завис что-то одно время. Тебе показывал, что у тебя слабый интернет. Да? А сейчас нормально? Сейчас нормально. Вот. Я к тому, что Лето, которое официально являлось кандидатом президента Российской Федерации. Опять завис? Не-не, нормально. Да, сейчас видим, сейчас видим. Говори, Макс. Она тем самым пыталась сбить опять Клин, понимаете? Опять же в серо-кавказских республиках. Вот таким заявлением одним возникают вопросы. Не являются ли это звеньями одной цепи Толстикова, до этого Собчак? Не одни кукловоды это все ввели бы. Ну, Макс, не мы же принимаем решение по политике на Кавказе. Не ты, не я. Даже не на Кавказе его принимают. Его принимают в Москве, как минимум. Алан, мы тут живем. Алан, мы тут живем. Ты, я, Шамиль, наши дети. Понимаешь, нам вот, Макс, в отличие от ситуации с развалом Союза, сейчас есть интернет. И мы имеем возможность вот так вот поговорить. Если бы в то время азербайджанцы, армяне, грузины, осетины могли вот так же разговаривать, как мы сейчас разговариваем, может быть, того бы и не было той крови, которая пролилась. Вот эта все дезинформация, эти слухи рождались. Ты же вспомнишь, понимаешь, там 2-3 газеты было, слухи, листовки, вот так вся информация расходилась. Ты полностью контролируешь информационную поляну, мог любой фейк запустить, как сейчас говорят, который приводил к страшной крови. Сейчас можно сесть вот так вот и поговорить, обсудить, понимаешь. Это вот технологии дали возможность. А тогда не было такой возможности. Вот сейчас есть это. А я уверен. А все, что мы можем делать, это привлекать внимание к проблеме, понимаешь, Макс? Максим, зависай. Максим Адас, с интернетом, бывают проблемы периодически. Здорово. Сейчас я перейду на 4G, задолбал. А ты, Шамиль, что думаешь по этому поводу? Что там больше, глупость или предательство? Я лично, мое личное мнение, что это не просто, это не случайность. Вот такие, такая ситуация, ну, в Дагестане назначить женщину, приезжую из Крыма, по-моему, Севастополь, откуда она приехала, председателем комиссии по границам, ну, это вообще никакие рамки, честно говоря. Это специально парализовать работу, правильно получается? Конечно, она и парализована была, то есть она была парализована, эта работа, но, вот, в той же газете «Новое дело», которую опубликовали, и, прямо так и написали информацию, что единственным, говорит, мужчиной оказалось Толстикова по ситуации в Кизляре, я чуть со стула не упал, я говорю ему, главному редактору, Толстикова там, где видел вообще, в этот момент конфликта, вообще, ну, я не утверждал, что она там была, хорошо говорю, а где она отстаивала позиции в Кизляре, ты объясни мне, там не обсуждалась позиция в Кизляре, эта ситуация была, чеченская земля, не обсуждаема, где знак поставили, это их территория, абсолютно никаких, Василий Владимирович выступил, сказал, это чеченская территория, к ней претензий у нас нету, нету, в чем же, говорю, ее участие, то есть, кто эту информацию давал, понимаете, для чего надо было ее поднять, это же наш главный редактор газеты, наш аварийский написал это, опять-таки, зачем, ведь она ничего не сделала по этой границе, наоборот, представляете, происходит конфликт, наших накрутили, наши не поняли, ринулись, а она молчит, где она, скажи, ребята, остановитесь, это так, почему я должен это говорить, я говорил, потому что я видел, наши власти молчат, как страус, голову в песок засунули, боятся нашим же дагестанцам сказать, уважаемые дагестанцы, остановитесь, это дезинформация, дошло до чего, рисуют карту, да, вот берут, из интернета, заштриховали розовым цветом куски, вот эти земли отдали чеченцам, представляете, такой абсурд, это вообще немыслимое, и люди поверили, стали говорить, Хадулаев, ты подонок, ты предатель, оказывается отдали, а ты говоришь, что это нет, ну представьте себе, вот у вас взять там, Курскую область закрасить, сказать Китаю отдать, ну что это такое, ну такой маразм, и эти, самое интересное, эти паблики, инстаграм, они до сих пор, это висит, я могу скриншоты скинуть, я обязательно этим пабликам предъявлю, это их не оставлю так, как это можно, до такого идиотизма, и наши дагестанцы этому верили, и наши дагестанцы говорили, ах, Хадулаев врал, оказывается, вот же земли забрали у нас, это немыслимое просто, я вообще просто, у меня в голове не укладывается, если на это наши люди ведутся, я вас уверяю, что с такими людьми, недалеко до войны, ох как недалеко, если люди верят таким фейкам, за малым же делом осталось, это ты когда правильно сказал, Шамиль, когда вот уже большое количество молодежи было с одной и с другой стороны, там просто надо было выстрелить, там в одну и другую сторону, и все, нет, самое интересное, знаешь, Алан, молодежи с чеченской стороны вообще не было, их заблокировали еще в федеральной трассе, были только росгвардейцы, и Даудов сказал нам, вот смотрите, сколько у вас молодежи, тысяча человек стоит там, а сзади меня вы хоть одного молодого парня чеченца видите, молодежь, мы смотрим, никого нету, мы говорим нет, он говорит, а почему, потому что мы им сказали, вот вам нечего здесь делать, мы старшие, мы сами разберемся с братьями дагестанцами, а представляете, что было бы, если пришли бы туда две эти группы, это был бы кошмар, они четко сработали, и наши ОМОНовцы приехали росгвардейцы, вместе с чеченскими рядом, они стояли, блокировали, то есть там никаких не было напряжения между правоохранителями, наш министр был, их не был, вместе стояли, разговаривали, никаких проблем не было, проблема была объяснить нашей молодежи, что их ввели в заблуждение, а люди с районов приехали, они же поверили этой сказке, вот поэтому мне обидно, если меня кто-то обманул, это моя личная, моя проблема, но когда обманули тысячи дагестанцев, которые приехали с гор, они реально поверили, что землю чеченцы у нас забрали, и их обманули, кто-то же должен за это ответить, так же не бывает, обманули, и так шито-крыто, где силовой блок, где следствие, где следственный комитет, где ФСБ, почему не сказали, уважаемые дагестанцы, вот они два подонка или три подонка поднят, чтобы у них ноги болтались, вот они нас травливали с чеченцами, вот тогда бы мы почувствовали, что работа ведет, они этого не сделали, уже второй год идет, но никто не наказан, понимаешь, Алан, и я считаю, что если 4 миллиарда там Госдеп кто-то дал, почему спит ФСБ, почему тут же их не задержали, не сказали, вот эти, вот эти повины, вот в этом конфликте, эти распространяли, эти смс-ки, через ватсапы, призывали туда-сюда, но этого не было сделано, не захотели этого сделать, наказать не захотели, а это очень вызывает большие вопросы, застрахованы ли мы от такого в будущем. Я думаю, приехали, там Баачилов наш был, руководитель, в Росгвардии, но, когда две республики, чуть-чуть война не началась, это должны уже не МВД расследовать, эта ситуация похлеще будет, это ФСБ, потому что, это уже безопасность страны, извините, когда две республики, если началась бы война, это было бы безопасность страны, под угрозой, что бы получилось бы там, понимаете? Это и контрразведка должна этим заниматься. Конечно, естественно. Вот если я озвучил на форуме сообщества в Москве, в гостином дворе, публично, и это опубликовали везде, где, где, где правоохранители, где ФСБ, спят что ли, почему не наказали никого? Это вот достаточно, чтобы они начали проводить следствие, даже это не сделали ничего. Нам не показали виновных, они есть, они здравствуют, а должны были это сделать. Поэтому, очень интересно звучит информация, что нам деньги дают, там, нас, а наши чем занимаются? Значит, они что, в доле сидят, что ли, от этих НКОшников, которые на подсосах у Запада сидят? Значит, они в доле, что ли, эти спецы наши? Что-то у меня странное получается, тогда оно у нас, вообще работает или нет? Если они вот так работают, а, деньги в долю дали, тогда они молчат, тогда это уже страна, нашему государственности мало времени осталось, чтобы сохранить свою государственность, если вот так будут работать они. А мы об этом постоянно с Максимом и говорим, Шамиль, на самом деле, потому что таких признаков-то очень много, странных, понимаешь, странных. Мы в прошлый раз обсуждали такие же странности по ДНР, ЛНР и по Южной Осетии, там похожие процессы происходят, очень странные, понимаешь, как бы, и вот, да, там за пару дней могли они все выяснить, задержать, в связи с событиями на границе, кто виновен, предъявить обвинение, показать Дагестану, уважаемые дагестанцы, вот эти люди это сделали. Да. Никаких проблем при нынешних возможностях, там же 5 секунд, что там разбираться? Вот тогда бы, вот тогда люди... Нет, тогда бы, Шамиль, репрессии кровавые, понимаешь, опять... Какие репрессии? Нет. Кенгрия НКВД появилась на земле Дагестана, и все, пошло и поехало бы, блин. Да, а если война пойдет между республиками, вражда, кровь пойдет, и вражда пошла бы. В российских городах, где наши диаспоры компактно проживают, там мгновение пошло бы. Ребята, ребята, я в одно время был знаком с одним боевиком, ну, легализованным. Он был одним из замов Мувкия, Ставропольского, ну, Северного Кавказа. Вот, он меня долго там проверял по своим каналам, но тут неважно, мне надо было с ним поговорить. Я приехал, ну, как официальное лицо, я сел с ним, ну, начали разговаривать, поняли, что я нормальный, он нормальный. И у нас вышли, как бы, ну, на неформальной, беседу, на неформальной повестке дня. И мы как-то с ним разговаривали, опять, о Северном Кавказе, вот, о банке под пуль, и там, и все, и все эти дела. И он говорит, Макс, ну, он не так говорил, он всегда уважительно, говорит, Максим Владимирович, ну, говорит, ты пойми правильно, рано или поздно, опять начнутся, вот эти все силы, которые стояли за нами, он как бы говорил в открытую, что спецслужбы западных стран, ну, когда он был под поле, в бандитском, они их финансировали. Он как бы знает, как это было, что это было. Ну, суть не в этом. Он говорит, вот, когда начнется, вот это все, финансирование, когда опять деньги начнут вливать, развал пойдет, именно с Кавказа. И вот, поверь моим словам, это был 2011 год. Говорит, пойдет именно на рубеже, вот этой Чеченской республики, потому что, слишком много крови там пролилось, в ходе вот этой гражданской, он читал, гражданская война была, в 93-й, 94-й, 95-й год, ну, и оно пошло, пошло, пошло. С одного уголька, ну, разгорелся большой северо-кавказский пожар. Ну, я как бы послушивал его, знаете, еще тогда молодой был, ну, не такой опытный, думаю, что так, он заливает, так не будет. Казалось, что Россия тогда могучая, крепкая, 2011 год, чувствовала сила, все нарастает, нарастает, нарастает. Через неделю его взорвали, в Киригорске, блин, подложили под него ВСУ, взрывчатку, и взорвали. Ну, я офигел просто, я позвонил, ну, и маму северного кавказа, я как бы выразил соболезнования своей, ну, тогда я задумался, блин, думаю, ох, если вот так, ну, люди занимают, то, значит, в словах вот этого человека была правда. И вот прошло, ну, буквально 9 лет, и видите, что происходит. Там, 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 начинаются конфликты, вот эти разгорации, начинаются, блин, попытки действительно пустить кровь друг в друга. Ну, это уже, наверное, как бы становится очень серьезным. Ну, да, и поэтому эти противоречия будут взрывать, Макс, они есть, как бы естественные, люди изучают, это все знают, мне как эта карта разложена, они понимают, где что, кто с кем в конфликтах, какие народы с какими, и просто будут туда бросать периодически. Мы сейчас это будем видеть, эти вспышки все чаще и чаще. Понимаешь, а где это вспыхнет? Им главное, чтобы пролилась кровь. Там главный маркер, это будет кровь. То есть, как пойдет кровь, тут как снежный ком, начнут мстить одни за других, ну, и все, и как правильно, Милль обозначил, что вот в российских городах, больших мегаполисах, где вот компактно проживают разные диаспоры, там начнутся конфликты, и вот все, и понеслась. Поэтому пока, понимаешь, как бы, слава Богу, ну, не дают, не получается у них здесь кровь пролить, и надеюсь, не получится, потому что тогда уже пойдет снежный ком. Вот это нельзя допустить. И вот такие вот беседы, я думаю, они тоже в свою пользу играют. Потому что, чем больше люди будут обсуждать эти проблемы, да, вот так спокойно, сейчас технологии позволяют, сделать, тем сложнее будет это все разжечь. Понимаешь? Вот это вот не то. Я хочу напомнить, я хочу напомнить, Алан, когда в Южной Осетии были напряжения с Грузией, 2004, 2006 год, по-моему, да, мы приехали туда, в Южную Осетию, в сентябре месяце, по афганским делегациям нашим, да, ну, сначала несколько человек мы приехали, а потом мы провели там Коориционный Совет ветеранов Афганистана и ветеранов боевых действий в Юго-России. Как раз Ирак, Вякунашвили, собирался Новый год грузии, скинвали встречать, помните, да, это время. Мы в ноябре месяце приехали туда, поддержать Южную Осетию. И когда события были 2008-08, да, помнишь, да, этот, 2008? Конечно. Мы приехали 9 августа, мы уже приехали во Владикавказ, афганцы, руководители региональных отделений со всего юга России, у нас было около 40-50 человек там во Владикавказе. Помнишь, да, в этот момент Путин пролетел с Пекина. Прямо мы стояли в здании вашего правительства, и он зашел туда, резко оцепили, внезапно мы не поняли, что произошло. С вашим руководителем исполком Единой России Русланом мы стояли, лимонад пили, и в этот момент забегали, перекрыли все, и Путин пришел. У вас там был Ермак, вице-премьер такой Ермак. Вот мы там разговаривали, готовили все. И мы дредали им, что афганцы приехали поддержать Южную Осетию. Вот со всего Юга России, когда что-то происходит на Кавказе, Кавказцы объединяются, и в этих моментах друг другу помогают. Это не так просто взять, столкнуть народы друг против друга. Это непростая задача, тем более сейчас есть интернет, мы можем обсудить, поговорить, сейчас легче уже, сейчас не так просто будет столкнуть. При любом раскладе старшие люди сядут, уважаемые горцы, у нас традиции на Кавказе, независимо там, христианская Осетия, мусульманский Дагестан, там, исламского мира, мы же все, традиции у нас примерно совпадают, одинаковые, почитание, уважение старшего, там, младший, старший, слово сказал, другие слушают, да, есть аксакалы, авторитеты в каждом регионе, могут сесть, поговорить, главное, чтобы не вмешивались заинтересованные стороны, мы общественники, мы свою работу делаем, если государство спит, мы сами народную дипломатию должны проводить, не смотреть на них, например, я спокойно, я был в Ингушетии, когда у них произошло противостояние по землям, да, Чечне, я там выступал у них на митинге, я тоже призывал остановиться, не конфликтовать, ни в коем случае, я говорю, вы один народ, войнахи, да, Ингуши, чеченцы, ну, сегодня ругаются, завтра помирятся при любом раскладе, да, это только дурак может думать, что у них будет вот так, то же самое, если где-то конфликт, вот Осетия, Южная Осетия, да, Северная Осетия, мы бывали в Южной Осетии, да, и в Северной Осетии, Георгия Калоева знал, да, покойного нашего друга, Жорика, да, мы всегда очень дружили, всегда вместе сидели, один кусок хлеба ели, и мы никаких различий между, не делали, ни по национальным, ни по конфессиональным признакам, Адыги, Кабардинцы, Карачаево-Черки, мы все дружны, если где-то что-то случится, мы сами объединимся, если власть будет спать, мы, общественники, сами вопрос будем регулировать, независимо от них автономно, мы от них не зависим, они зависят от звука, может быть, да, кто там добро дадут, не дадут, а нам это не нужно, мы им не подчиняемся, наша задача сохранить мир на Кавказе, и мы его, иншала, сохраним. Правильно. Шамиль, а политично говоришь? Слушай, сами решим вопрос. Если спят, если власти будут спать, народная дипломатия сама будет решать, я вот так говорю, если они будут спать. Мы с Соланом об этом давно говорим, тут спасение утопающих, дело рук самих утопающих. У нас самих связей друг с другом должны быть, если в любом регионе у нас есть свои люди, тем мы созваниваемся, уточняем моменты, в любом, мы на форумах встречаемся, мероприятиях различных, контакты уже многолетние у нас, с разными регионами, Юга России вообще проблем нет. В момент узнаем любую информацию, что нужно, чем помочь, наше, наше участие какое-то там, бывает ли, там, между республиками, если где-то напряжение, мы сразу, сядь, в машину приехали, какие проблемы, потому что, если у одной республики пойдут проблемы, она перекинется на другие республики. Мы все связаны. И поэтому нельзя этого допустить. Вот мы об этом с Максимом постоянно обсуждаем. И вот видишь, ты тоже так же думаешь, как и мы. То есть мы мыслим-то одинаково. Эти технологии позволяют нам эту сервину, народной дипломатии. Единственное, Алан, нам надо очищать вот этих общественников, от этих, которые хайп ловят, да, от таких. Потому что, я обратил внимание, у нас есть общественники, часто в Дагестане, да, я в Дагестане скажу, как трудная минута, от них слова не вытащишь, где надо позицию сказать свою, четкую, да, виляют, виляют, вы ни вашим, ни нашим, крутят, верьте там, вот, не поймешь. Иногда некоторые такие посты напишут, ты его читаешь и не поймешь. Он что хотел сказать? Представляете? Вот даже по ситуации, по границе прошлый год, июнь месяц, один человек постов несколько поставил, пять-шесть постов. И я ничего не понял, он какую позицию высказал? То ли те правы, то ли те правы. Вот пространно, пространно, пространно. Ну, что это такое? Ну, такие люди, они никогда... Ты должен уметь говорить правду, нравится она тебе или нет. Когда меня спрашивают твое мнение, я сказал, ребята, вы мое мнение спрашиваете, как мусульманина, или просто как дагестанца? Если вы меня спрашиваете, как дагестанцы говорят, то я не буду говорить, говорю, то, что вам нравится. Я скажу, как мусульманин, правда, вот за этой стороной. Или за этой. У меня отец аварий, мать лачка, жена кулычка, жил четыре года в Украине, да, я и в Украине, когда жил, да, на Украине или в Украине, я там всегда вот с украинцами, вот так у меня было. Если какой-то конфликт меня звали, они знали, я приду, я сразу скажу, этот прав или этот прав. Потому что и там тоже человек может оказаться, и здесь человек может оказаться. Если я буду придерживаться позиции, что мой друг всегда прав, то далеко не пойдем, и обязательно что-то может произойти. А если ты пришел туда, узнал, что мой друг не прав, а прав тот человек, я могу сказать другому, эй, остановись, парень. Ты зря на этого человека говоришь. Может, я ему в будущем жизнь спасу, понимаешь? А если слепо за ним будут в вагон бежать, а он обманул, подставил, то я и свою жизнь тоже потеряю. Потому что на той стороне тоже такой же мужчина может быть, тоже такой же красавчик, тоже с хорошими бицепсами, понимаешь? Да. Поэтому... Вообще, ребята, надо все это делать действительно нам упорядочивать это все. Делать действительно сетевые советы в рамках проекта «Сетевая партия». Тут мы отвечаем сами за себя. На кону стоит наша репутация. Если нам скажут, как Шамин говорит, если соврем, люди увидят, что мы луны блин. Скажут, а что с ними делать? А если мы будем говорить, как оно есть, не обходить сторонами вот такие серьезные проблемы, говорить, как мы действительно это все оцениваем, тогда появится авторитет. А появится авторитет. Вот эти все, как ты говоришь, Шамиль, блогеры хайповые, они сами отвалятся. Они же понимают, что это экскурс, на третьей секунде. Блин, понимаешь? Мы-то уже специалисты в этих вопросах понимаем. За деньги человек топит или ради хайпа. Как правило, за деньги топят. Где-то своя финансовая заинтересованность бывает. Так, ребят, мы поговорили уже час. Давайте заканчивать. Шамиль, скажи свое слово, потом Алан, и подведем уже итоги нашей беседы. Ну, я, в принципе, я-то уже много чего сказал. Я могу одно только повторить. Максим, правильно ты сказал. У нас есть возможность общаться в сетях. И нам надо все-таки учить наших людей говорить правду. Национализм, к сожалению, он не искоренен. Он глубоко сидит в людях. Вот как бы мы не говорили, что у нас в Дагестане интернациональная республика, да, слова, конечно, красивые, но даже на том примере, смотришь, два села друг к другу, маварцы перегрались, это передрались даже там и там ранения, рассечения, и так далее. Это о чем говорит? О том, что чуть-чуть, как у нас говорят, сабора нету у людей. Вместе ходят в мечеть, вместе сидят разные нации в Дагестане. И там все нормально. К сожалению, когда выходят в мечеть и в жизни начинают, там проявляется национализм. Очень сильно проявляется. Вот есть над чем работать, а это недопустимо. Вот у нас мусульман, например, вот нацию своей, да, твои заслуги, что ты аварийц родился, или ингуш, или чеченец, или казах, нет. Твои личные заслуги в этом нет. Сивыч не сделал так, что ты вот родился в такой нации. Поэтому кичиться своей нации, это неправильно. Во всех нациях есть очень достойные и красавчики, друзья. Просто надо видеть хорошее в людях, а не искать. У нас, к сожалению, многие ищут грязь в человеке. Что бы ты ни сделал, он ищет. Не просто он это сделал, не просто он это сказал. Значит, что-то есть, значит, что-то дали, значит, где-то занятие. Сразу негатив. Вот от этого надо отходить. Иначе мы далеко не пойдем. Спасибо. Алан? Ну, я бы хотелось бы нам всем пожелать, чтобы получилось не допустить здесь кровопролития на Кавказе вообще. А даже если получится какие-то там конфликты кому-то разжечь, да, третьей стороне, чтобы хватило мудрости, разума и благоразумия быстро их погасить. Да, чтобы они не разрослись в большой пожар. Потому что на самом деле много не надо. Как правильно сказал, национальный фактор очень сильный, там, межконфессиональный или любой другой. Они будут взрывать все противоречия, которые тут есть. Пытаться, да. И вот дай нам всем Всевышний, как говорится, мудрость и благоразумие, чтобы не дать зажечь здесь пожар. А дальше уже будет видно, мы не можем отвечать за всю страну, да, за всю Россию. Но по крайней мере, за то место, где мы живем, мы все-таки несем некую ответственность. Не только спецслужбы несут ответственность, но и мы тоже несем. Потому что нам бежать отсюда некуда, как бы, да и не собирается никто. И поэтому повторение того, что случилось в конце 80-х, я думаю, нельзя такого-то пустить. Спасибо, Алан. Ну, мы провели часовую беседу. Я считаю, что она прошла плодотворно, она прошла результативно. Мы попытались донести до вас, наши друзья-подписчики, свою точку зрения. И я хочу резюмировать нашу беседу тем, что именно с национализма началась вот эта трагедия украинская. Именно фашисты пришли тогда на землю нашей братской республики, и именно они сейчас пытаются разжечь большой пожар. То же самое пытаются сделать на Кавказе. Нам нельзя допустить, чтобы наш общий дом сгорел. Сгорит дом, сгорят наши дети, сгорит наше будущее. Поэтому огромная просьба сохранять здравомыслие, сохранять хладнокровие и пытаться найти тех врагов, которые это все делают во вред нас. Определим врага, если у нас получится его определить, мы его по-любому нейтрализуем, и тогда можно и дальше будет строить наш дом. Фильд оказать. Мы живем в одном доме, все мы братья, и поэтому давайте уважаем друг друга. Все, спасибо большое за стрим. Пока-пока.